Теперь секрет этого фокуса, приготовление, которое нам понадобится для этого фокуса, это выложить наши четыре туза наверх колоды. И, ну, когда мы первый раз перетасовываем, нужно там их и оставить, то есть всякими ложными там тусовками, ну, как вам удобно, в общем. И если вы даете перетасовывать зрителю, как я там говорила, что можно дать перетасовывать, то, ну, понятно, что нужно вот эти карты взять, вот так, пальмировать в левой или в правой руке, на что беспалево это все сделать. Ну, и дальше нужно взять вот нашу колоду, и на особым образом, то есть вот эти три пальца или четыре, как вам удобно, здесь, и, ну, я обычно вот так делаю, чтобы легче было пролистывать. И вот этот палец здесь, именно для пролистывания, большой палец для пролистывания, то есть и так оно должно у вас выглядеть. Ну, для чего так ставить руки? Для того, чтобы, когда мы пролистывали, то когда зритель говорит стоп, мы этими тремя пальцами задерживаем эту верхнюю карту, то есть туза. И он у нас уже здесь, и мы его выкладываем, как будто зритель сам сказал стоп, короче, ну, такой принудительный выбор называем. Сейчас покажу, как это сложно будет. Вот, вот, я пролистываю. Зритель говорит стоп, и вы задерживаете туза. Ну, это понятно, короче, да? И так далее. И так все, до последнего, самого туза, вот этими ложными тасовками можно дать зрителю перетасовать. Ну, в общем, понятно. А можно вообще свои тасовки делать, только зрителю давать перетасовывать. Просто фольмировать и все, все время. Ну, все, спасибо за внимание. Комментики мне это важно.